А знали ли вы, что вы можете вернуть часть уплаченных вами налогов в Польше? Больше от государства на 1399 злотых. Как вы думаете? Хороший лайфхак? Приветствую всех! На связи Польша вещаю, как обычно, из города Ополе. Сегодня моя подписчица, а самое главное, это практикующий бухгалтер Ирина, покажет вам самый выгодный вариант заполнения декларации ПИТ-37, для того, чтобы у вас была возможность вернуть максимальную сумму после уплаты налогов. Поэтому смотрите это видео до конца, вы точно останетесь в плюсе. И сейчас в Польше без преувеличения период ПИТов. ПИТы бывают разные, но сегодня мы остановимся только на том варианте, если вы наемный сотрудник. Первое это ПИТ-11, который вам должен предоставить работодатель. ПИТ-11 это таблица, в которой указаны ваши доходы и уплаченные вами налоги. В течение года сам работодатель делает отчисления с вашей зарплаты в налоговую службу, в фонд здравоохранения и так далее. Эти налоги и составляют разницу между зарплатой нетто и брутто. Эти отчисления за год в Польше называются авансовыми платежами. И причем не важно, даже если вы в Польше работали только один месяц, работодатель обязан предоставить вам этот документ. И так же, если вы были трудоустроены на нескольких фирмах, то соответственно на руках у вас должно оказаться несколько ПИТов-11. Далее, имея на руках форму ПИТ-11, вы обязаны сдать налоговую декларацию ПИТ-37 до 2 мая этого года. И не стесняйтесь, воспользуйтесь всеми льготами для того, чтобы получить максимальную сумму возврата налога. Вы на это имеете полное право. А как сделать это наиболее выгодно, расскажет нам сегодня Ира. И обязательно подпишитесь на ее канал. Там вы найдете самую подробную, а главное профессиональную информацию на тему бухгалтерии в Польше. Да и не только. А так же задавайте свои уточняющие вопросы. По мере возможности будем на них отвечать. Поэтому приглашаю к просмотру. Всем привет! Меня зовут Ира. И я бухгалтер из Варшавы. Сегодня я хочу поделиться с вами, со зрителями Олиного канала, информацией о том, как в 2022 году правильно подать ПИТ и получить максимальный возврат налогов от государства. Так как с 15 февраля начинается подача всех ПИТов в налоговую, то сейчас эта тема как никогда актуальна. Информации, как самостоятельно подать ПИТ-37 в налоговую, в интернете великое множество. Но мало кто знает, что в некоторых случаях получить намного больше возврата налогов от государства в Польше можно только за счет того, что вы подадите совместный ПИТ-37 вместо индивидуального. Эту ситуацию можно наблюдать в случае, если в 2021 году муж заработал больше 85 528 злотых, а жена либо заработала мало, либо не работала совсем. Так как доход свыше 85 528 злотых облагается по ставке 32%, то если вы составляете ПИТ совместный, то этот лимит удавается до 171 000 злотых. И в таком случае 32% вы будете платить налог с доходов физических лиц, только если ваш доход превышает 171 056 злотых. В этом и проявляется главная экономия. Причем удваивается также квота вольная податка, которая в 2021 году составляла 8 000 злотых. То есть на сумму 16 000 злотых за двоих вы не заплатите налог с доходов физических лиц, даже если ваша жена не работала и не получала доходы в 2021 году. Если же супруги оба получают небольшой доход, то иногда бывают ситуации, когда при составлении совместного ПИТа они могут получить возврат налогов от государства меньше, чем если бы они подавали ПИТ раздельно. Поэтому мой совет, прежде чем отправлять ПИТ в налоговую, нужно поиграться и составить три разных ПИТа. Два отдельных и один совместный. И посмотреть, где наибольшая выгода и в каком случае вы получите наибольший возврат ПИТ от государства. Еще одна налоговая оптимизация происходит при совместной подаче ПИТ, если у семейной пары есть один ребенок, и муж зарабатывает больше 56 тысяч злотых в год, а жена либо не работает, либо зарабатывает мало. Тогда, если муж будет подавать ПИТ 37 индивидуально, то он не получит возврат 1112 злотых на ребенка. Если же они будут подавать ПИТ 37 совместный, то тогда лимит 56 тысяч удваивается и получается 112 тысяч злотых. И, соответственно, льготу семья на ребенка получит. Все эти ситуации я вам сейчас покажу на конкретных примерах. Поехали! Первая ситуация, о которой я вам сегодня хочу рассказать, это ситуация, когда муж зарабатывает больше 85 тысяч 528 злотых, а жена меньше 10 тысяч злотых. Эту ситуацию я вам буду показывать на примере ПИТов, которые я заранее подготовила на сайте epity.pl. Сначала я вам покажу, сколько возврата получат они отдельно, а потом сколько совместно и в каком размере семья получит больше возврата налога в случае совместного составления ПИТа. Причем в первой ситуации я специально не буду применять льготу на детей, чтобы вы видели именно чистую экономию, только за счет того, что он будет платить 17%, а не 32% свыше 85 тысяч 528 злотых и за счет того, что удвоится квота вольно от податку. Для начала мы рассмотрим ситуацию главного налогоплательщика Иванова Ивана. Мы составляем этот ПИТ индивидуально, вот я отметила. Здесь указан его песель, фамилию, имя, без отчества, адрес проживания и ужин скорбовый, в который пойдет эта декларация. Нажимаем дальше. И мы вот здесь заполнили ПИТ 11, в котором я указала, что он работает на фирме MimayCup, получил в этом году 115 тысяч злотых дохода, кошты узыскания пешехода были 3 тысячи злотых, было с него побрано заличка 9400 за год и он заплатил складки в обеспечении сплощенной и здравотной. Запомните, что пешеход у него больше, чем 85 тысяч злотых. Дальше нажимаем. Ульги специально мы никакие не применяем, чтобы было видно чистую экономию. Дальше мы кошты узыскания 3 тысячи оставляем. Дальше, неважно, расчетного счета у нас нету, допустим. Заплатили мы 1% на благотворительность наших налогов. И здесь будет подсумование. Доход чистый у нас получился за год 112 тысяч. Мы взяли пешеход минус кошту узыскания пешехода 3 тысячи, получился доход и квота в роту 580 злотых, если он различается самодельно. Теперь я вам показываю декларацию налоговую ПИТ-37 Ивановой Наталии. Как будто бы это его жена, и она тоже индивидуально подает свой ПИТ. Показываю. Заполняет тут номер Песель, назвиско, имя, адрес замешкания и в какой ужин скорбовый она подает этот ПИТ. Дальше заполняет она ПИТ 11 свой, который получила. Допустим, она получила пешеход 9 670 14 и кошты узыскания пешехода у нее были 750 злотых. Причем залички побрали с ее дохода 513 злотых в 2021 году. Нажимаем дальше. Ульги мы тоже не применяем для чистоты эксперимента. Квота кошта в узыскании пешехода остается такая же. Не увеличиваем ее, расчетный счет не подаем и платим 1% от своего налога. В итоге у нас получился чистый доход 8 920 14 и вернуть нам должны 513 злотых. То есть, получается, что муж получил 580 злотых к возврату, а жена 513 злотых к возврату. Итого на семью у них получается в случае индивидуального составления двух ПИТов 1093 злотых. Теперь пришло время показать вам самый интересный ПИТ. Это когда мы различаемся в спульне с молжонком. Причем в 2021 году можно уже составлять ПИТ с молжонком, даже если вы поженились уже в середине года или в конце года. Раньше такой возможности не было. Можно было только если год раньше вы расписались. Нажимаем «Далее». Тут заполняем первое. Сверху написано «Данные податника». Допустим, сделаем главным податником мужа. Заполняем, поэтому здесь его номер песель, фамилия Иванов, имя Иван. Адрес замешканий заполняем, ужин скорбовый заполняем. Нажимаем «Далее». Теперь заполнили ПИТ 11, где указали тот же самый пшехот, кожитое узыскание, все полностью данные, которые первоначально в индивидуальном. Мы ПИТ заполняли. Нажимаем «Далее». Теперь сверху написано «Данные маужонка», то есть данные супруга. Здесь мы заполняем песель, фамилию, имя, адрес проживания, маужонка, то есть супруга. Нажимаем «Далее». И заполняем по супругу ее ПИТ 11. Допустим, она работала на фирме «Лед». И те же самые данные мы заполняем, как в предыдущем примере, что она получила ПШИХУ 9,670, кошты узыскания ПШИХУ 850, залички 513. Нажимаем «Далее». Льготы так же самое мы для чистоты эксперимента не применяем. Квоты, кошты тоже оставляем такие, как и были. И не хотим указывать рахунок, мы сейчас не об этом. Платим 1% от налогов на благотворительность. И в итоге тут получается общая сумма доходу двух супругов. То есть это 112 чистых тысяч злотых дохода плюс 8 920 14 жены. Получилось 120 920 злотых 14 грошей дохода. И в итоге, смотрите, к возврату получается при совместном пите 2492 злотых вместо 1093. То есть чистой экономии мы получим больше от государства на 1399 злотых. Как вы думаете, хороший лайфхак? Я думаю, да, 1399 злотых никогда нам не помешают. Теперь я хочу вам показать, смоделировать для вас ситуацию, когда у супруга есть один ребёнок и муж, допустим, получает больше 56 тысяч злотых. И хочу вам показать, что льгота ему в таком случае на ребёнка, на одного, не будет положена. Смотрите, вот заполнили мы песель, имя, фамилия, адрес, как обычно. Нажимаем дальше. И заполнили, допустим, мы бит 11, в котором показали, что у нас пшихут 80 тысяч злотых. Минус кошта взыскания это 77 тысяч злотых. Это явно больше, чем 56 тысяч злотых. Дальше мы, допустим, хотим применить льготу на детей. Ставим тут галочку, нажимаем «Далее». Заполнили мы вот здесь данные. Сейчас покажу имя и фамилию ребёнка, дату рождения. И указали, что нам положено по дате уродзения ей меньше 18 лет 1112 злотых льгот. Теперь нажимаем «Запиш». И он пишет, увага, если у вас больше зарплаты, чем 56 тысяч злотых, то льгота вам не положена. Мы хотим перейти, допустим, дальше. А он пишет ошибка. Внимание, вам не положена эта льгота, так как вы заработали больше, чем 56 тысяч злотых. Сейчас я вам покажу, как в таком случае всё-таки применить эту льготу при совместном развлечении ПИТа вместе с супругой, которая не работает. Чтобы было интереснее, я оставила всё-таки ПИТ 11 жены, так как она зарабатывает меньше 10 тысяч злотых. И сделаю ПИТ 11 на 80 тысяч злотых. То есть покажу, что они вместе зарабатывают больше, чем 56 тысяч злотых, но меньше, чем двойная ставка. Двойной лимит 56 злотых. Меньше 112 тысяч злотых на двоих. Вот, мы заполняем сначала данные податникам мужа. Здесь мы показали, что ПШИХОД у нас будет 80 тысяч злотых и 3 тысячи злотых кошта узыскания ПШИХОДу. Теперь заполнили мы данные жены. Нажимаем «Далее». И заполнили её ПИТ 11 с её фирмы, где она заработала 9,670 и кошта узыскания 750. Нажимаем «Далее». Теперь мы хотим применить льготу на ребёнка. Далее нажимаем «Додай детку». Сейчас добавим ребёнка. Допустим, дочка Мария. Фамилия Иванова. И дата рождения. Сделаем её с 2020 года, чтобы было проще. Мы вписали имя, фамилию, дату рождения. И теперь высветилось, что на податника, то есть на мужа положено половину льготы, 556 злотых за целый год. И на маужонка, то есть на жену положено 556 злотых и за целый год. Нажимаем «Запиш». И он нам дал провести эту операцию и написал «Внимание, если вдвоём различаетесь и ваша сумма меньше, чем 112 тысяч злотых, ваш общий доход, то тогда можете спокойно получать на ребёнка эти 1112 злотых в год». Нажимаем «Далее». И он нас пускает далее. Далее мы заканчиваем составлять этот ПИД, как обычно. То есть на этом примере вы явно видите, что возврат дохода в случае, если бы он один различался и жена бы не работала или мало бы зарабатывала, то они бы вообще не получили эту 1112 злотых, а в случае совместного развлечения, то они спокойно получат эти 1112 злотых на одного ребёнка, так как суммарно они заработали 85920, и эта сумма меньше, чем 112 тысяч злотых. Здесь не обращайте внимания на квоту взроту, она меньше 1112, это потому, что я там не высчитывала правильно залинчки эти, всякие складки, здравоотные, всё. На самом деле, если всё будет правильно посчитано, то они получат свои 1112 злотых и плюс квота вольную отпадатку, которая им двоим положена. Сегодня я показала вам один из лайфхаков налоговой оптимизации, который может помочь большому количеству людей получить как можно больше возврата денег от государства. А если вам интересно, какие ещё бывают налоговые лайфхаки, а также, как и почему так получилось, что многие из вас получили в 2022 году меньше заработную плату, а самое главное, как это исправить, то приглашаю всех на мой канал «Жизнь бухгалтеров Польши», где я даю много полезной информации и отвечаю на все возникающие у вас вопросы. Также на своём канале я рассказываю о нюансах профессии бухгалтеров Польши, о документах, которые необходимы каждому иммигранту и о изменениях, которые вступили в силу в связи с польским ладом. Также я планирую в ближайшее время снять цикл видео для предпринимателей о том, как открывать фирму в Польше, как выбирать систему налогоблажения, также как поступать в вузы в Польше, как в них учиться и многое другое. Так что милости просим на мой канал «Жизнь бухгалтеров Польши». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!